Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Родина Леплейт, Центральный округ. У них здесь Кирюха Палканов, не забывайте вводить по нику при регистрации, также можете вводить по промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак, дамы и господа, сегодня у нас будет интересное видео, потому что снова слили новые скриншоты будущего обновления, и на этих скриншотах показана новая элитная деревня, довольно-таки большая, которая будет находиться, как я понял, возле Арзамаса. Недалеко от Арзамаса, она реально будет такая сочная, красивая, большая, ну реально это будут такие уникальные дома, все разные абсолютно, поэтому сегодня я предлагаю нам на это посмотреть, обсудить как бы, кому-то может быть это понравится, кому-то нет как бы, просто выскажу свое мнение по поводу этой вообще деревни, по поводу этой обновления, нравится мне, не нравится там и так далее. Поэтому смотрите видос от начала до конца, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, потому что я как бы стараюсь видосы выпускать практически каждый день, поэтому возьмите, подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, получается первый скриншот, на этом скриншоте у нас видно практически всю эту новую деревню, она реально будет большая и в ней еще будут дома и скорее всего в этих домах будут подъезды, то есть здесь можно будет купить как дом, так и в принципе и квартиру. То есть апартаменты себе сможет позволить как и богатый игрок, так и бедный в принципе игрок, который просто захочет жить в такой деревне, но в квартире. Я считаю это круто, потому что домов на самом деле не так уж и много, квартир на самом деле больше, намного. Я думаю вы это знаете и цены сейчас от дома очень большие. Я конечно понимаю то, что они добавили типа новую такую деревню, знаете, богатую, но хотелось бы еще видеть обычные какие-то дома, именно какую-то обычную деревню, как допустим там в Горелев, Коряйкино там и так далее. Домов реально не хватает, как я считаю для игроков, то есть да, есть там богатые игроки, которые себе могут позволить именно вот такие вот дома, шикарные, но хотелось бы видеть еще и обычные дома, дешевые, которые может себе почти позволить каждый. Потому что я недавно хотел купить себе домик и цены минимум 20 миллионов, понимаете, это любой дом вообще. Вот самый дешевый дом стоит 20 миллионов, я считаю это дороговато и хотелось бы видеть еще обычные дешевые дома, чтобы их стало побольше и цены на них упали. Следующий скриншот, здесь конечно толком ничего не видно, но здесь показан получается машина, скорее всего она показана просто так для вида и здесь уже более подробно видно именно саму речку, которая находится там. Скорее всего можно будет заплывать в этот залив, так сказать на лодке своей личной, как я понял, потому что скорее всего вот эти все пирси стоят не просто так. Какая-то возможность будет заплыть именно вот сюда и поставить допустим на свою лодку личную, либо возможность семейную яхту поставить. Ну хотя для семейной яхты, мне кажется, здесь будет маловато места, но так в целом, то есть это будет круто, если можно будет припарковать свою лодку, чтобы она стояла недалеко от бома. Ну а так в целом толком ничего здесь не показано, красиво в принципе фонари, лавочки стоят, ну в принципе деревья тоже нормальные. То есть здесь толком, конечно, ничего не видно, но суть как бы понятна, то что будет новая деревня, это реально круто, то что они полностью меняют карту. Вот Родина мне всегда нравилась тем, то что они начали полностью менять карту и ты бываешь заходишь просто и не понимаешь, где ты находишься. Ну реально очень сильно карту изменили. Да, допустим, там есть Радмир, но у них карта не так сильно изменена, как на Родине. Вот Родина в плане изменения карты, мне кажется, на первом месте, они реально очень много времени и сил уделяют этому, чтобы полностью изменить карту, чтобы ты заходил на проект и понимал то, что, блядь, да, это уникальный проект и такого, в принципе, нигде нету. Ну и последний, в принципе, скриншот, здесь такой, знаете, я даже не знаю, как это назвать, уголочек такой, не знаю, тупик, где вот такой вот полукруг, в принципе, находится. Короче, типа маленький такой грунт стрит, можно сказать, типа такого, да? Раз, дом, два, три. Три дома, получается, стоит. Такой маленький грунт стрит в ГТК РМП, можно так сказать, потому что, ну, реально очень похоже. То есть, такой, знаете, тупичок такой, домики стоят, ну, реально прикольно выглядит, в принципе. И почему я понял то, что это находится в Арзамасе? Да потому что вот там вдалеке видно именно вот эту телебашню, то есть ТРК, то есть находиться эта деревня будет, повторюсь, недалеко от Арзамаса. То есть, есть деревня, получается, Даунтаун, она находится тоже недалеко от Арзамаса, но в другой стороне. Со стороны, получается, Горелия. А здесь будет теперь со стороны Батырева, как ехать в Арзамас. То есть, я считаю, это реально круто, то, что они добавили вот такую вот огромную просто деревню. Реально большая просто. Здесь очень много домов, но здесь около, наверное, 30 домов, я думаю, есть. Ну, ладно, 20-30 домов примерно здесь есть, но хотелось бы еще увидеть дешевые дома. Не каждый сможет себе позволить такой дом, но с другой стороны, можно будет попробовать его словить, потом либо оставить себе, либо перепродать. Ну, блин, я честно пытался как-то ловить квартиры, но всегда это происходит неожиданно, понимаете? Вот на родине именно слеты там после обновы происходят как-то неожиданно. Всегда не запланировано. То есть, они, допустим, пишут в одно время, но оно получается совсем другое время. Поэтому подловить это очень сложно. Я бы, конечно, хотел бы себе домик словить. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.